С 31 июля этого года у заемщиков появилось право уходить на каникулы. Это шанс взять передышку в платежах по ипотеке, не загоняя себя в долговую яму. О максимальном сроке ипотечных каникул сколько раз и при каких обстоятельствах ими можно воспользоваться. Мы сегодня поговорим с Натальей Кузьминой, заместителем управляющего отделением Челябинска Банка России. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, заглянули к нам. В каких случаях можно отправиться на ипотечные каникулы? На ипотечные каникулы можно отправиться при наличии, при соответствии вашего кредитного договора следующим условиям. Во-первых, кредит должен быть предоставлен под единственное жилье. Во-вторых, ваше жилье единственное. Во-вторых, кредит не должен превышать сумму в 15 миллионов рублей. В-третьих, у вас должны быть определенные сложные так называемые обстоятельства. И закон четко определяет, что к этим обстоятельствам относить. Во-первых, это потеря работы. Во-вторых, если у вас временная потеря нетрудоспособности два месяца подряд и более. В-третьих, если, к сожалению, получена инвалидность первой и второй группы. И четвертый, я бы сказала, объединила в одно обстоятельство, это когда у вас произошло снижение дохода. Но существуют разные варианты здесь сценариев. Если у вас снизился доход, по общему правилу снизился доход более чем на 30%, и в результате у вас платеж по кредиту превышает размер вашего среднемесячного дохода более чем на 50%, вы получаете ипотечные каникулы. Если же у вас при этом еще и появился иждивенец дополнительно, допустим, родился ребенок, то здесь немножечко порог пониже. То есть если у вас снижение будет более чем на 20% среднемесячного дохода за последние два месяца, и при этом сумма платежа будет более 40%. То есть все эти трудные жизненные обстоятельства банку придется подтвердить, доказать документально, я так понимаю. Насколько сложна вот эта будет процедура? Это совершенно несложно, потому что на самом деле набор документов небольшой. Во-первых, вы должны, конечно, написать заявление, изложить свои обстоятельства и определить. Все-таки вы будете пользоваться, как мы знаем, закон определил полгода, ипотечные каникулы, это максимальный срок, вы будете платить меньше или не будете платить совсем. Это тоже нужно сразу определить и в заявлении об этом указать. Ну и, соответственно, помимо заявления, вы можете, кстати, установить срок, с которого вам необходимы эти ипотечные каникулы. Помимо заявления вы должны будете представить выписку из УРС-реестра, что это единственное жилье. Ну и, соответственно, в зависимости от ваших сложившихся обстоятельств вы приложите те документы. То есть это либо справка о том, что вы безработный, это либо вы больничный, ну и так далее. Вот эти документы, я думаю, что их собрать несложно. Влияют ли эти каникулы на размер долга по платежу? Нет, совершенно не влияет. Просто именно тот размер, который вы не уплатите в течение ипотечных каникул, перенесется на конец срока, и срок кредита продлится именно на этот период. А в период действия каникул можно ли мне погасить досрочно и выйти с каникулы, если моя ситуация, например, улучшилась? Да, безусловно, это сделать можно, но вот я бы хотела обратить внимание, что прежде чем пользоваться ипотечными каникулами, надо хорошо взвесить обстоятельства, действительно ли они на самом деле сложны. Мы знаем, что в среднем ипотечный кредит берется на 15 лет, и в течение этого периода может произойти всякое. И поэтому пользоваться при первой же тяжелой ситуации своим правом, который один раз на кредитный договор распространяется, я думаю, нужно с осторожностью. Но, тем не менее, конечно, вы имеете право прекратить ипотечные каникулы, но имейте в виду, что больше вы воспользоваться таким правом не сможете. То есть это единовременная попытка оказать помощь банкам? Совершенно верно. Не портят ли ипотечные каникулы кредитные истории? Нет, совершенно нет. В кредитную историю, конечно, будет заноситься информация, что вы воспользовались, но положительная кредитная история никаким образом не пострадает. А что делать, если каникулы закончились, например, а трудная жизненная ситуация продолжается? Есть ли еще какой-то способ договориться с банком? Безусловно, он есть, он был и будет. Это когда вы попадаете в такую ситуацию, вы обращаетесь в банк, и в большинстве случаев банки идут на встречу, потому что они также заинтересованы в выплате кредита. То есть если вы воспользовались ипотечными каникулами, но, к сожалению, попали еще раз в сложную ситуацию, это не значит, что ситуация безысходная. Нужно просто вовремя обратиться в банк, честно рассказать, в чем проблема. И банк, я думаю, что с большой долей вероятности пойдет на встречу, предоставит вам либо реструктуризацию, когда снижается размер платежа, увеличивается срок кредитования, либо на какие-то другие уступки. Поэтому вовремя, самое главное, вовремя и честно об этом признаться банку. Ну, вот эта вот инициатива с ипотечными каникулами, это можно ли рассматривать как такой своеобразный козырь, как рука помощи всем тем, кто имеет в своем арсенале ипотеку? Совершенно верно. Я думаю, что это еще один из тех козырей, которые существуют. Это право любого физического лица, любого гражданина обратиться в банк, даже если банк, может быть, в какой-то момент не согласен с вами. Но это ваше право. Главное – обратиться вовремя. И в любом случае, если вы предоставили полный комплект документа, и ваши условия соответствуют закону, вы получаете это право вне зависимости от решения банка. Спасибо вам большое, что разъяснили все подробности. Сегодня о ипотечных каникулах мы разговаривали с Натальей Кузьминой, заместителем управляющего отделением Челябинск Банка России. А у меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Увидимся на СТС. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»